Мы включаем. Хорошо. Секундочку, у меня тут есть возможность начать записку, попробуем, может быть, у нас тоже параллельно. Нет, только одна. Так, слушай, да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие комитеты. Мы общественная организация «Алана». Рады приветствовать вам в этом прекрасном зале. Меня зовут Анна Ключинская. Я являюсь организатором этой организации. Мы хотим поблагодарить отдел культуры в лице Мамонтовой Тарисы Владимировны и директора дворца бракосочетания Носиновы Анны Владимировны за то, что предоставили нам уютный, прекрасный зал дворца бракосочетания для проведения первой видеоконференции с израильским медицинским центром Бердави. И мы такую тему рассмотрим. Эффективная помощь гиперактивным детям, детям с аутизмом, с ДЦП, с ДРП и другими нарушениями мозговой деятельности. Вначале я немножко хочу рассказать о нас. Весной этого года мы открываем Центр развития личности. У нас будут работать такие специалисты. Детский психолог, психолог по работе с родителями, логопед, массажист и другие. Будут проводиться йога, мастер-классы для детей и взрослых, занятия, развивающие память. Для подростков 12 лет и старше будет проходить 10-дневный курс Дети Радуги, где мы научим детей решать психологические и социальные задачи, работая с различными страхами и фобиями, чтобы впоследствии ребята могли добиваться поставленных целей. Сейчас ведутся ремонтные работы в помещении, где мы будем принимать людей. Центр откроется весной. Дату мы позже сообщим. А сейчас вы можете к нам обращаться по адресу почтовая 9, бывшая Комсомольская, по предварительной записи. Ольга Васильевна Шиц, психолог, она больше работает с детками. Ее номер телефона запишите, кому интересно. 0,95, 907, 53, 45. Еще раз. 0,95, 907, 53, 45. И я, психолог, это целитель Анна Тручинская. Мой номер телефона 0,50, 342, 77, 0,5. Что раз 0,50, 342, 77, 0,5. А теперь перейдем к главному моменту, из-за чего мы здесь собрались. Это видеоконференция с руководителями и ведущими специалистами Иерусалимского центра Бердавит. Надо отметить, что это единственное место в мире, где происходит не только точная диагностика и эффективное лечение, но и исцеление детей и взрослых с разными отклонениями в развитии. И именно специалисты центра, а точнее ДАВИД, ввели уже известный термин «Аутизм из-за чего». Несмотря на то, что во всем мире, в том числе и в Израиле, утверждается обратное, Целью сотрудников центра Бердавит является не только активное содействие к полному излечению детей и их родителей, но и прежде всего, то, чтобы ребенок, преодолев временные сложности в развитии, стал талантливым и успешным в жизни человека. А сейчас я предоставляю руководителям этого центра слово, Йосефе и Давиду. Мы приветствуем вас и рады видеть и слышать. Вам слово. Здравствуйте, мы вас тоже приветствуем. Очень интересно посмотреть на столько новых лиц. В общем... Нас слышно хорошо? Да, прекрасно. Вот наш шанс, я немножко вам показываю. У нас очень много людей собралось. Да, очень приятно, очень неожиданно, что так много людей, поэтому сейчас постараемся сделать, чтобы было как минимум интересно. Полезно. И полезно, да. Во-первых, я хочу сделать небольшое уточнение. Все методы, которыми мы пользуемся, они относятся к тому, что можно назвать натуральной медициной, альтернативной медициной. То есть мы не используем никаких медикаментов, ничего такого. То есть все методы неинвазивные. То есть все это абсолютно естественно и не наносит никакого вреда. То есть я думаю, что мы единственное место вообще в мире, где человек может быть уверен, что он выйдет оттуда без побочных эффектов каких-то. Вот. А теперь я думаю, я, наверное, начну с того, что расскажу, почему вообще мы этим занялись. Потому что, в общем-то, эта область довольно специфичная. И, скажем так, далеко не всякий туда приходит, и далеко не всякий человек выдерживает работу с такими детьми. Попадаются дети реально тяжелые. И, в общем, то есть это должна быть какая-то причина, почему человек должен хотеть этим заниматься. Ну, наша причина, в общем, была в том, что наша младшая дочь родилась, ну, скажем так, были некоторые инциденты во время беременности, а потом она родилась с трехкратным опитем пуповиной, родилась, в общем, с асфиксией. И вот поначалу вроде все выглядело ничего, а где-то в три года стало понятно, что она не разговаривает, речь не развивается, и, в общем, у девочки серьезные трудности. То есть она не могла, в принципе, усваивать информацию на слух. В общем, из-за этого развитие, естественно, тормозилось. Она практически как бы не могла усваивать вот ничего, что, по-моему, как бы говорилось. И в садике там, например, сидит группа, они поют песенку, все выучили слова, она сидит, плачет, потому что она не может. То есть, в общем-то, при полностью сохранном интеллекте у нее было вот такое нарушение, что ничего сделать было нельзя. И я тогда была, честно говоря, в ужасе, в истерике, потому что я видела других детей, я хорошо знала, что такое специальное образование. Как бы в Израиле это очень развито, и я прекрасно знала, что пользы от этого нету. Я видела этих деток в разных возрастах, и, в общем, короче, я была просто в такой истерике, что... Воспитательница садика наставила, письма наставила на то, чтобы поставить ее на повторный год обучения в школе. Не в школе, а в садике. В садике, да. Исключительно благодаря тому, что я с ним... Она прошла приемные экзамены в школе, собственно, и по ПНТО... Ну, это потом она прошла. Можно, да, я это скажу уже? Так вот. Вещины. Вещины. Я скажу, как я знала. Значит, в чем, так сказать, наша особенность была? Мы, как бы, каждый из нас отдельно, в общем-то, мы, собственно, и встретились в таком месте, мы каждые много лет увлекаемся, как хопи увлекались тогда, альтернативной медициной, в частности, целительством руками. Я уже, собственно, с 2000-го практически года занималась именно целительством, вы знаете, в классическом понимании. То есть, когда кладешь руки и заживает рану, например. Там приходит человек с трофической язвой, которая у него там много-много лет не заживала, кладешь руки, и эта язва заживает, да. Значит, врач разводит руками, говорят, этого быть не может, это все ерунда. Вот. Но, как бы, вот этим я занималась. Давид занимался, в общем, похожими вещами, еще дольше, чем я. Нам, как бы, в голову не приходило, что вот это можно все применить к нашей собственной дочери и, скажем так, ей помочь. То есть, просто не было вот связи, да. И получилось это, в общем-то, случайно. И, короче, я стала с ней работать. И вдруг она у меня за неделю выучила песенки к празднику. Значит, весенний праздник в Пейсах, Пасха. Значит, они в садике учили очень много песенок. И вдруг она у меня за неделю выучила там штук пять песенок. Я была в таком шоке. Думаю, ого, значит, начинаю работать. И тут я увидела, что она начала как бы развиваться. Она начала набирать, она начала осваиваться информацию. Стало, во-первых, понятно, что она очень отстает. То есть, ей было на тот момент уже пять с половиной лет. Через пять месяцев нужно было уже идти в первый класс. И было понятно, что ребенок пропустил вот все абсолютно, что вот было в течение всех этих лет садика. И как бы мы, конечно, ее стали подтягивать. Но за четыре месяца, конечно, догадать нельзя. Она пошла в первый класс с сильнейшим отставанием. Через неделю мне позвонила ее первая учительница. Спасибо ей за ее, так сказать, заботу. И стала на меня кричать. Ты понимаешь, что твой ребенок годится для спецобразования, что она не может учиться в первом классе. Ну, я, с одной стороны, понимала, что она права. С другой стороны, я как бы уже знала, что все, мы уже выходим. Вот нам только нужно время. И я на нее стала орать в ответ. Я ей говорю, ты вообще кто такая? Тут мне ставят диагнозы. В общем, я побежала в школу. Посидела, значит, встретилась с ней, с Завучем. В общем, короче, я им сказала, что ничего подобного. Ребенок развивается. Да, может быть, есть отставание. Будем работать. И они мне пошли навстречу. То есть они не стали настаивать. Они, значит, дали помощницу. Дали ей дополнительные занятия. Первый класс был очень тяжелый. Но, видимо, был огромный прогресс. К концу класса, к концу первого класса прогресс был. Это было. Сейчас ей 15, то есть девочки. Так что можно прикинуть, когда это было. И, в общем, к концу первого класса стало понятно, что мы догоняем. Когда она пошла во второй класс, в Израиле принято так, что первый класс – это почти садик. Там отдельная учительница. Поэтому второй класс – всегда новая учительница. Новая учительница мне говорит. Вот ее первая учительница сказала, что ребенок в ужасном состоянии, что она очень отстает и все такое. Я ей говорю, ну, мне кажется, что все-таки не настолько все ужасно. Ну, в общем, продолжаем работать. Она мне говорит, да, вот вам полагается, там, такие дополнительные занятия, всякие дополнительные занятия. Потом, в Израиле есть, например, такая система, что ребята, которые идут учить педагогику, они могут получить скидку в оплате за учебу, если они сколько-то часов в неделю посвящают занятиям с отстающими детьми в школах. Вот вам полагается такой студент. Это, в общем, короче, полагается много чего. Я говорю, все, давайте, все берем. И, значит, потекли уже дни. Там проходит сентябрь, октябрь, ноябрь. Я говорю, где дополнительные занятия? Ну, какие-то есть. Говорю, где студент? Значит, иду в школу, подхожу к учительнице, говорю, ты обещала, где студент? Мы хотим? Она говорит, ты понимаешь, в чем штука? Мне сказали, что дочка твоя ужас-ужас, а на самом деле она совсем не ужас-ужас. Она сейчас где-то посередине. То есть есть дети, которые гораздо более отстают, и им это гораздо нужнее. В итоге мы в декабре получили такие студентку, потому что, значит, пришла девочка из религиозной семьи и не хотела мальчика, хотела девочку. Значит, вот она год была с нашей дочкой, тоже очень ей помогла. Ну, в общем, практически к третьему классу уже, в общем-то, все выправилось. И, в общем, третий класс уже был, скажем так, обычный. Вот. И вот, собственно, вот это вот и явилось, скажем так, триггером для того, чтобы мы этим занялись. Потому что, можете себе представить, какой мы были эйфорией. То есть нам хотелось вообще помочь всем и объять весь мир. И, в общем, тогда мы решили, что будем делать как бы год волонтерства. Ну, хотя бы год, там посмотрим. И, значит, связались с воспитательницей детского садика вот до таких детишек, там еще кое с кем. И стали приходить люди, стали приходить дети. И вот год мы это делали. Видели разных детей, видели, как мы им помогаем. Также, к сожалению, видели реакцию некоторых родителей. Были совершенно нормальные родители, адекватные. Были те, которые были не очень адекватные. Ну, в общем, короче, мы стали набирать опыт. И вот это вот явилось, собственно, вот началом того, что потом Давид продолжил. И, в общем, сейчас это выросло в то, что вот называется Центр БР Давид. И, собственно, вот так. Вот это методы, которые мы используем. Давид потом привлек еще специалистов тоже, естественно, вот этой медициной. То есть у нас есть специалисты в китайской медицине, есть остеопаты, есть хиропрактор. В общем, короче, это все люди, которые помогают, так сказать, вот такими естественными методами, воздействиями на тело. И результаты, в общем, очень интересные. Можно их увидеть, очень многие из наших результатов можно увидеть у нас на канале на YouTube. Скажем так, есть достаточно детей со снятым диагнозом. Есть дети, которые, скажем так, среди израильтян. Дети, которые приходили, практически все сейчас учатся в нормальных классах, в обычных. И, в общем, ну вот так. То есть это вот с чего все начиналось, примерно что мы делаем. Если у вас, так сказать, будут вопросы, я думаю, нам будет легче отвечать. То есть немножко тоже дополнение в важной картине. В чем основа того, что мы делаем? Чем мы занимаемся? С медицинской точки зрения, очень простым делом. Диагностикой, появлением органических, каких-то мистических, там, картических и прочих, психологических, органических причин, органических травм, то есть травм телесных, диагностикой, вооружением и лечением. Лечением высокоэффективным. По большому счету, если говорить об этом плане, это все. То есть мы занимаемся лечением основы аутичных проявлений. Это органические поражения. Хотя во всем мире считается, что причина неизвестна. И никаких способов лечения этого, соответственно, тоже нет. Я не говорю про коррекцию. Это так в двух словах. Да, разумеется, мы занимаемся не только лечением, но и активно содействуем тому, чтобы дети стали активными творческими личностями, практически, можно прямо сказать, лидерами. Причем это происходит на очень высоком уровне. С нашей точки зрения, ну, во-первых, в любом человеке заложен какой-то большой потенциал. Он либо реализуется в жизни, либо нет. Дети, которые, да не только дети, те, кто проходит вот такие вот сложности в начале пути, подливают сложности совершенно не детские. Когда они уже выздоравливают, и уже ничто не мешает их естественному развитию, то они не просто догоняют своих сверстников, но и значительно приезжают не только сверстников, но и взрослых. Долго рассказывать, приводя примеры, я скажу только один из последних, которые сейчас есть. Один из наших первых пациентов, Виктор Антимонов, который сейчас живет в Соджи. До этого они жили в Болгарии. Я с ним два занимался дистанционно. Потом они приехали в гости. Он, собственно, уже просто был в гости. Вот этот ребенок, который был тоже совершенно пилотистом, это все видно на видео, которое Валентина делала, он вот именно реализован сейчас в втором классе. Обычной школой, кстати. И очень хороший по уровню. Он не просто догнал, он другой совсем. Год назад, где-то вот когда они к нам приезжали, он открыл сам YouTube-канал. Причем родители к этому не имели никакого отношения, они не знают, как это делать. Он ничего у них не спрашивал. Он все выучил сам. Но он открыл канал, Виктор Антимонов, он называется, канал в YouTube, и он там делал обучающие видео. Мне очень буквально поразило одно видео, которое он сделал про хомячков. Он обрал хомячков и морских свинок, рассматривал их, размер, пиас взвешивал, и рассматривал их плаву принадлежности. Это мальчик или девочка. Он так раскрывал. Так смотрим. Это девочка у нас. И так далее. Совершенно не детский подход. Несколько дней назад его мама прислала мне фотографию. На стене висят грамоты, которые он получил в последнее время. Это диплом победителя. Если интересно, я могу прислать это, показать. Он оказался победителем в нескольких международных онлайн-конкурсах. Это победителем в среде первых и одиннадцатых классов, он в втором классе. По математике, по английскому и языку, и в номинации «Юный предприниматель». Молодец. Если кому-то интересно, мы можем многое показать и рассказать. Кстати говоря, ИСФ сказал, что многие делают видео, рассказывают о результатах, наоборот, очень маленький процент людей. Да, есть действительно тысячи видеоотчетов о результатах у нас на канале. Но надо понимать, что это очень маленькая часть того, что действительно будет. Далеко не каждый готов рассказывать об этом. Тем более, что происходит одна очень интересная вещь. Что люди, в жизни которых произошло это изменение, люди, которые готовили всю жизнь нести этот крест, и все врачи везде, по всей планете, и в Израиле, в Америке, в Германии, в Европе, везде, и в России, естественно, в Европе, везде, 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 и авторитетно объясняют, что это неизлечимо. Надо готовиться жить с этим всю жизнь. И все. Нужно пожизненно, но будут требоваться коррекции, и так далее, реактивитации. Люди, которые вдруг обнаруживают себя совершенно другой реальности, где у ребенка уже не есть повод для беспокойства, и угрозы не совести и подобного, а это нормальный ребенок, причем еще ребенок, который радует и себя, и других, и своему успехе, и отношениям, они стараются забылить отношения. Они выходят из всех чатов, из всех групп, они перестают вообще всем этим интересоваться. Некоторые, у нас даже есть семья, которые специально переехали в другой город, где их никто не знает. Надо начать с нового листа, чтобы никто не знал, чтобы ребенок был инвалидом. Потому что все полностью поменялось, и не хотят дать вспоминать. Вот такой вот класс. То есть, говоря кратко, основа основ того, что мы делаем, это диагностика, определение органических причин, и лечение. С точки зрения нашего немалого уже опыта, за всеми практически отклонениями в развитии, всегда стоит одно органическое поражение. Это либо родовые травмы, либо внутриутробные поражения, вирусные и так далее. Но все сводится всегда, всегда. Пока это не вылечится, можно прикладывать огромное количество усилий, стараясь развить ребенка, но уже так будет. И будет очень мало, сейчас оттолиарку, если говорить часто. То есть, сначала нужно вылечить, постараться вылечить причину, тогда уже все будет совсем не так. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, причины аутизма? Давайте я вам расскажу. Вот Давид помянул, что вроде как причины считаются неизвестными. На самом деле это не так. В Америке уже провели достаточное количество исследований, и, в общем-то, есть достаточно доказательств, что да, действительно, причина аутизма – это нарушение органики. И, в общем, есть очень интересные исследования. Более того, болезнь имеет свое развитие, то есть, она имеет свое начало, она имеет какие-то этапы развития и имеет завершение, причем это завершение, оно весьма грустное. Вот. И, собственно, причин из того, что мы видели. На самом деле, на нашем канале имеются лекции, где я рассказываю, в частности, про те причины, которые мы видели. Но я сейчас вкратце повторю. В большинстве случаев причина – это вирусное повреждение мозга. То есть, фактически, это энцефалит. Энцефалит, то есть, воспаление каких-то оболочек мозга, внешних, более глубоких, причем не только головного, но и спинного. То есть, откуда берется вирус, это вопрос следующий. На самом деле, как бы тоже есть разные источники. Бывает вариант, когда вирусное поражение внутриутробное, то есть мать заболевает каким-то из вирусов, которые портят нервную систему ребенка, потом ребенок уже рождается, поначалу все выглядит вроде бы ничего, а потом, как бы, вот этот вот вирус, он продолжает там развиваться и продолжает повреждать нервные ткани, и, соответственно, начинается уже симптоматика вполне известная. Потом вирусы бывают, скажем так, в раннем детском возрасте могут быть вирусные воздействия. То есть, например, вот мы знаем много случаев, когда родители говорят, что все было хорошо, пока ребенок не заболел ротовирусом, попал в больницу, там две недели с температурой, там со всякими неприятными симптомами, а потом вышел, и все, началось. То есть, при том, что ротовирус не значится там среди стандартного списка вот этих вирусов, вероятно, он тоже может что-то делать. Но на самом деле, список вот этих вирусов, которые могут повреждать нервную систему ребенка, он очень большой. Очень известный вирус это самая корь, против прививок, против которых, так сказать, сейчас некоторые очень воюют. Корь, она, одно из ее осложнений, это так называемый коревой энцефалит, который поражает и головной мозг, и спинной мозг, соответственно, разной степени тяжести, в общем, все это по-разному бывает. Про краснуху, я думаю, все мы знаем, что прививают детей от краснухи исключительно с целью того, чтобы беременные женщины не заболевали, потому что, если беременная женщина впервые заболеет краснухой, то нервная система плода будет повреждена. Собственно, вот вирусы, в их, так сказать, разнообразии, они могут делать вот все эти неприятности. Второй, очень, так сказать, большой класс повреждений, это гормональные нарушения у матери во время беременности. Например, если у матери есть проблемы с работой щитовидной железы, проблемы с работой почек, еще кое-чего, то у ребенка просто происходит недоразвитие некоторых частей нервной системы и, соответственно, получается отставание в развитии. Сейчас диагнозы, в общем, не очень как бы специализированы, поэтому всем ставят подряд за ПРР, раз, аутизм, и, в общем, поэтому нельзя по диагнозу сказать, что конкретно у этого ребенка и какие именно симптомы. То есть, если видят там два-три симптома из огромного списка, то говорят, все, это уже аутизм. Вот. Вот среди вот этих вот детей с такими диагнозами попадается очень много детей, которые, в общем-то, скажем так, технически говоря, они не аутисты, у них просто отставание в развитии в силу повреждения нервной системы, которая не может развиваться как надо. Ну, бывают всякие специфические причины, там, например, мать имеет контакт со всякими отравляющими веществами во время беременности, тогда плоду наносится вред, чисто вот отрава. Бывают некоторые лекарства, которые тоже портят. Ну, скажем так, набор вот этих вот факторов, которые могут приводить к нарушениям развития ребенка, он очень широк, и, в общем, скажем так, у нас нету цели их все исследовать, мы просто вот видим то, что к нам, так сказать, попадает, и вот из этого мы делаем выводы. Спасибо, я пришел вопрос. Должен уточнить, что мне лично нравится в нашей команде, это то, что в ней ее составляют специалисты, профессионалы очень высокого уровня, как медики, и каждый занимается каким-то определенным аспектом, аспектом проблем и смотрит на это именно в основном с какой-то специфической точки зрения. И соединение вот этих точек зрения и подходов он дает именно тот великолепный эффект, который... сейчас рассказывал о причинах с точки зрения поражения вирусом. Вот она как раз занимается находением и излечением вот именно вот этого аспекта. Но при этом тут нужно понимать, что если уж вы спрашиваете нас, какова причина с точки зрения нашего опыта, есть еще многие другие причины, которые не связаны с вирусным поражением или отравлением какими-то токсическими веществами в процессе беременности. Это другой класс поражений, родовые травмы разных видов. Очень многие дети, которые приезжают именно это. Повышенное внутричередное давление в силу разных причин, которые и приводят к подобным последствиям. И его как раз излечения и дает ребенку нормальное развиваться. Просто повышенное внутричередное давление. Я расскажу один пример практически. К нам пару раз привозили ребенка одного из Франции. И у ребенка была серьезная ротовая травма, при этом это было определено вот именно нами, а в документах у него ничего не значится. У него была травма шейного отдела, называется голову оторвали. Условно говорят, когда вытягивали, потянули и немножко это был акушерский поворот. Она подписывала бумагу, что ее предупредили о возможных последствиях. Это не то, что никто ничего не знал. Кратко говоря, у нас на канале тоже есть рассказ именно об этом с фотографиями рентгеновскими снимками шеи детей, у которых вот такие травмы. Там видно просто расстояние между пацаноками больше, чем оно должно по сравнению с другими. Огромный класс поражений именно такого рода связанных с родовной травмой, с гипоксией во время обития пуповины и так далее. И много еще других подобных факторов, так или иначе приводящих к органическим поражениям нервной системы и других органов. К примеру, как это ни странно, даже просто поражение поджелудочной железы может привести к подобным проявлениям. То есть, кратко говоря, органические поражения разного уровня, в том числе вирусные, в том числе родовые травмы, ну и так далее. Так, вопрос. Меня просят у вас узнать, как вы диагностируете поражение мозга вирусами? Смотрите, мы занимаемся классическим целительством. Сегодня, к сожалению, это слово включает в себя уже кучу всякого, всякой ерунды, включая всякие там шарлатанские методы. Мы практикуем классическое целительство. Когда человек, обладающий специальными способностями, это не каждый может, кладет руки, он использует свое тело как, скажем так, как инструмент. то есть он получает информацию от больного и это как бы можно сказать. То есть если человек достаточно хорошо тренирован, как бы хорошо знает анатомию, физиологию и так далее, то он может связать то, что он чувствует, с тем, что реально происходит в организме. Естественно, мы очень любим всякие медицинские анализы, там анализ крови, МРТ, ЭЭГ и прочее. И вот по всему вот этому вот мы как бы примерно знаем, что причина была вот такая или другая. И одно, скажем так, основной возможности, почему мы можем помогать этим детям, вот то, что мы делаем, оно снимает вот эти вот воспаления. То, что называется нейровоспаление, оно просто заживает, организм получает возможность с этим справиться и дальше уже начинается развитие. Тоже это как бы не само по себе, потому что, например, вот мы неоднократно видели, скажем, дети, которых лечили большими количествами ноотропов, у многих из них воспаление зажило, но при этом развитие не наступило. Почему? Потому что клетки как-то вот они уже были повреждены и они уже не функционируют. Так вот, у нас это не происходит, у нас происходит наоборот. Те клетки, которые не функционировали, они, так сказать, получают возможность начать функционировать и благодаря этому ребенок начинает развиваться. Собственно, в подавляющем большинстве случаев это видно прямо в процессе лечения, то есть вот приезжает ребенок, который не смотрит в глаза, ни с кем не общается и так далее, через неделю смотришь, ребенок уже играет с другими детьми, уже общается с посторонним взрослыми и делает еще кучу всего. Вот это вот как раз результат вот такого вот воздействия. На самом деле вот такие вот воспаления, не обязательно вирусные разного типа, они вызывают не только аутизм, есть много заболеваний, в основном хронических, которые вызываются различными воспалениями внутри организма по разным причинам и как только вот такое воспаление удается убрать, то человек выздоравливает. То есть таким образом могут уходить, например, опухоли различной этимологии и могут заживать вот уже упомянутые трофические язвы и много чего другого. То есть вот это вот так работает. это один аккорд, добавлю немножко другой. Вопрос о том, какие способы используются для диагностики. Да, вообще способы много, конечно. Кроме того, скажем так, да, разумеется, это основано на особых способностей всех нас, но в качестве инструментов используются хорошо известные, можно сказать, классические методы диагностики, которыми достаточно или весьма профессионально владеют наши сотрудники. Мы все. Это крайне сакральная терапия, которая владеет минимум три сотрудника, включая меня, это доктор Аркадий, это доктор Шлома Плоткин, и мы активно используем это в работе и для диагностики, и для лечения. Важно, еще один важный момент. Любой сеанс лечения, который происходит у нас, это одновременный сеанс диагностики. Нет отработки какой-то программы, последовательности действий стандартно известный, это все всегда, каждый процесс лечения это параллельно и диагностика, то есть оно идет, не то, что в начале что-то сделал, а потом на основании этого делать. Нет, оно происходит постоянно, любое действие, оно постоянно наблюдается с точки зрения отклика человека, нужно, не знаю, это сложно описать словами. Крайне сакральная терапия, кинезиология, тоже сейчас известно, способ диагностики, хиропрактика, методы активно используются доктором Асафом Коэном, методы китайской медицины для диагностики и лечения, пунктурной разной системы и так далее. Но можно долго перечислять, но опять-таки по большому счету тоже ничего мистического, никакого гипноза, как кто-то думает, все люди, кроме нас двоих, в нашей команде, даже включая нашего водителя-гида, все врачи, причем очень высокого уровня, с огромным опытом, про каждого из них можно долго-долго рассказывать, для диагностики используются многие методы, общеизвестные в том же крайне сакральной терапии, многое другое, плюс, разумеется, наши возможности. То есть, спасибо, мы понимаем, что основная часть ваших работников традиционные врачи, которые овладели еще многими методами и способами исцеления человека и используют это и получают прекрасные результаты. Немножко уточнить важный момент. Дело в том, что в наше время вот эта граница между традиционным и нетрадиционным и альтернативным и альтернативным, она уже стерлась давно. И то, что мы по привычке считаем альтернативной медициной, например, в Америке, является базисной, скажем так, конвенциональной медициной. К примеру, остеопатия, хиропрактика и прочее. Это медицинские дисциплины, которые изучаются в мединститутах. Конкретно наш сотрудник Шлова Плоткин, он 20 лет прожил в Лос-Анджелесе, там он получил медицинское образование, то есть сначала он несколько лет учился на фельдшера, потом 4 года он изучал хиропрактику. Это обычная специальность врачебная. В Израиле то же самое, в поликлиниках работают специалисты, так называемая альтернативная медицина, это не считается чем-то таким. В Израиле немножко более четко разделение. Конкретно два наших сотрудника, доктор Асав Коэн и Шлова Плоткин, они работают в больничной кассе Макаби, в государственной системе здравоохранения. Один занимается лукалыванием, другой хиропрактикой. Это вот традиция, как сказать, конвенциональная медицина в Израиле. В Израиле есть четкое разделение, как бы считается конвенциональная медицина, это та, которая использует лекарства, а все остальное, все, что, так сказать, естественные методы, это уже больше относится к альтернативе медицины. Но это именно то, что уже есть часть... Да, но естественно, вся система здравоохранения это с удовольствием используют. Спасибо. Людей направляют к хиропракторам, семейные врачи направляют людям, которые занимаются китайской медициной. Это часть в Израиле, это уже часть, действительно... Это много лет, как часть. Да, и в Америке, естественно, тоже. И в Германии это часть. И в Германии тоже. Камиопатия, например, в Германии. Спасибо. Следующий вопрос. Какие методики для социализации детей вы используете у себя? Вы знаете, я вам скажу одну интересную вещь. Можно использовать любые методики для социализации детей, если у ребенка не работают определенные части нервной системы, он не будет социализироваться. Поэтому то, что мы делаем, мы просто восстанавливаем, так сказать, нервную систему, она просто включается. И тогда социализация и ничего не нужно делать. Об этом всем родителям. То есть ребенок сам просто начинает. Вот, например, вчера мы когда заканчивали так сказать рабочий день, то наблюдали очень интересную сценку, как сейчас там у нас где-то около десятка семей и, соответственно, дети разного типа. Так вот, дети, которые постарше, вчера они активно строили уже вместе дружно железную дорогу, по которой ездил паровозик из конструктора. То есть вот уже, пожалуй, социализация. Причем дети, говорящие на разных языках. Один из детей, он говорил только по-английски. И никаким другим языком люди из разных стран. Совершенно из разных национальностей, разных ментаций. И у всех диагноз аутизм, у одного ребенка для нас в олигофрине. И они, тем не менее, они дружно созидали вместе что-то, делали вместе. Ну, примерно. То есть просто это само происходит. Поэтому, если такой ребенок возвращается к себе домой, да, ему необходимы дополнительные занятия. Потому что, вот как я рассказывала про нашу дочку, отставание уже накопилось. Его уже никуда не денешь. Его можно только, так сказать, со временем ликвидировать. Но насчет социализации, желания общаться, уже там, как бы, у ребенка уже есть нормальные человеческие потребности. Другое дело, что там могут возникать всякие психологические как бы вопросы. Потому что, допустим, ребенок, который отстал сильно, он, например, ему 8 лет, да, у него возраст развития 3 года, то понятно, что ему будет очень трудно вписаться в группу 8-леток. То есть ему нужно будет помогать, он в нее впишется просто через какое-то время. Но ему нужна будет помощь. И мы все это, естественно, рассказываем, объясняем родителям в зависимости от каждого конкретного ребенка. Там ребенки, дети более легкие, дети более тяжелые, там, как бы, по-разному все это происходит. Дети помладше, дети постарше. То есть, скажем, если вот недавно был ребенок двух лет, который, когда приехал, он только истерил, никогда не спал, вообще ни с кем не контактировал. Когда он уезжал, новоприбывшие спросили, а что вы сюда приехали, у вас абсолютно нормальный ребенок, то вот этот вот двухлетний там вообще ничего не надо делать. Он просто пойдет в обычный садик, он просто пойдет уже с общей программой и как бы на этом все кончится. И папа с мамой благополучно забудут эти первые два года, когда они не спали и когда был вот весь этот... Когда они никуда выйти не могли быть дома. Да. Не, ну там реально было тяжело. Вот. И с детьми постарше, конечно, проблем больше. Причем, чем старше, тем больше, так сказать, таких вопросов. То есть, например, скажем, была как-то семья с восьмилетними детьми. Были близнецы, один с одним все было хорошо, а вот с другим такое случилось. Причем он 8 лет, он практически не разговаривал, он там, в общем, имел кучу сложностей. Так там мама просто ему организовала индивидуальное обучение, часть уроков у него как бы со всеми остальными, а остальное у него он идет по индивидуальной программе. И он догоняет. То есть, просто в каждом конкретном случае нужны какие-то свои конкретные решения, то есть общего решения. Но это не коррекция, это не реабилитация, это не адаптация, это помощь в развитии, поддержка в развитии. Все. То есть, просто поддержка в развитии ребенка, который совершенно нормально, но он впустил что-то в свое развитие, это нужно помочь ему. Причем не просто помочь, они сами все забирают гораздо больше, чем мы, больше эффективно, чем мы представляем. Только садитесь, ни в коем случае не давление, ни в коем случае не продолжение таскания его по всем врачам, а ежедневное практически насилие над ребенком. Надо развивать, надо развивать. Вот видим сейчас такой пример у нас среди наших пациентов тоже. Вот одна семья, они очень сильно пожалели и имеют основание понимать, что действительно нельзя давить на ребенка, доставлять его. Это не медведь в цирке, который тоже выполняет что-то. Да, ребенка отнесли в бассейн, которого ребенок испугался. То есть, если ребенок так реагирует на бассейн, понятно, что не надо продолжать. Ну, там была такая ситуация, что, в общем, если бы, возможно, мама бы стала ходить с ребенком, он бы как бы адаптировался, а так чужая тетя, и, в общем, короче, бассейн глубокий, и сразу взрослый он по груди, то есть ребенок не может оставить, конечно, он боится. Кратко говоря, никаких программ по реабилитации не требуется. Да. Ребенок приходит в норму и начинает жить, как обычные здоровые детки, да? То есть он начинает общаться, он начинает книжками интересоваться, ну, всем... Это звучит для людей, знающих, совершенно невероятно, это именно так. Да. Ну, вот в некотором смысле он как спящая красавица, то есть вот он сколько-то лет проспал, и сейчас он проснулся, ему надо познавать мир как бы заново. Так, спасибо. Мне приходят здесь вопросы. Так, что могут взять из вашего опыта психологи, не обладающие особыми способностями? А если можно, отвечу я. Запомните такой вот интернет-адрес autism-help.com это энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП. Мы долго, много-много лет готовили это... Да, мечтали, чтобы это было. Сделали видеолекции, видесеминары, их много сотен. И сейчас они оформляются в виде энциклопедии практической помощи при аутизме и ДЦП. Вот адрес я сказал, там ежедневно... Смотрите, пожалуйста, у нас не услышали люди. Электронный адрес. Autism-help .com Я напишу потом это, собственно, это... Пожалуйста. Это энциклопедия практической помощи при аутизме и ДЦП. стараемся сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь максимально большому количеству людей вне какой-либо связи с нами. Вот autism-help .com это один из инструментов для передачи вот этого опыта практического. Это касается не только психологических аспектов, но и чисто медицинских. Предлагаю просто посмотреть, понять, о чем идет речь. Разумеется, мы собираемся... Мы сейчас с Божьей помощью настроили новое помещение, и там мы намерены проводить не только лечебную работу, но и главным образом еще и развитие детей, и перетащим нашего опыта специалистам, родителям лекции, семинары, курсы и так далее. Как это будет конкретно, мы еще не знаем. Но мы это готовили многие-многие-многие годы. Спасибо. Вопрос. Ребенку 15 лет, посещает спецшколу, не развивается, имеет минимальные навыки самообслуживания. Можно ли ему помочь прийти в норму? Смотрите, тут надо смотреть на конкретного ребенка. Не разговаривает, не разговаривает, я извиняюсь. Я услышала, не разговаривает, это как бы часть только проблемы обычно. Но, в общем, там зависит, смотрите, аутизм, значит, скажем так, что происходит с этим конкретным ребенком, сильно зависит от причины, почему вообще у него возник этот аутизм. Если, например, причина гормональное нарушение у матери, то прогноз в этом случае более благоприятный в 15 лет, потому что там не происходит дополнительных повреждений. Если причина это вирусное воспаление, то есть нейровоспаление, то вот именно этот вот специфический вид аутизма, он как бы имеет свою картину развития. То есть, где-то лет до 7 прогноз хороший, после 7 начинаются уже очень заметные патологические изменения в мозге и гибнет очень много нервной ткани. И поэтому там нужно уже смотреть конкретно анализы, нужно смотреть МРТ, нужно смотреть ЭЭК, в общем, нужно смотреть, в каком физически ребенок состоянии. И только после посмотревшие это можно примерно сказать прогноз. Но я вам, например, приведу пример. Вот у нас был ребенок год назад, но там, правда, именно причина была именно гормональное нарушение у матери. То есть, у него стоял диагноз слабоумие, еще что-то в этом духе. Соответствующий его состояние. 14 лет. Ребенок не делал ничего. То есть, он не обслуживал себя, он, в общем, практически не двигался, лежал целый день на кровати, он не разговаривал. Вот они были первый раз год назад. Второй раз они были вот в ноябре. И, собственно, видео про них есть у нас на Ютьюбе. Интервью с ними, точнее говоря. Интервью с ними, да. Честно говоря, мы были потрясены, какой прогресс сделал ребенок за год. И, более того, ребенок продолжает прогрессировать. То есть, он практически, скажем так, он помогает дома, он все понимает, он, в общем, многое делает. Никаких аутичных черт вообще. Единственное, что у него немножко задержка в развитии, в речевом развитии. В речевом развитии. Он говорит, но плохо. И это все. То есть, скажем так, это, конечно, совсем не та картина, которая была. И, в общем, по крайней мере, при том, что у них есть еще родственники, этот ребенок, по крайней мере, не будет брошен. То есть... Кратко говоря, все зависит от степени органического поражения. Опять-таки, если я, собственно, со своей стороны рассказала об аспекте, связанной с эндокринной, гормональной системой, с вирусом и так далее, есть и другие причины тоже. Ну, еще зависит от причины. Например, если у ребенка плохая координация движений, головокружение, сильно падает зрение, это вот это, если только этот аспект рассматривать, исправить это иногда, можно буквально за несколько минут. Потому что это связано, потому что это связано с подвигом первого, второго шейного позвонка. И когда это делается, делается это практически вот в одной такой вот манипуляции в руках профессионала. В основном происходит необычайно быстро. Это резервно причин. То есть ответ краткий. Многое можно улучшить. Насколько улучшить, до какой степени это можно смотреть. Только это конкретно это зависит еще и от окружающей обстановки, от состояния семьи, родителей и так далее. Один очень важный момент, о котором я не говорил, но он самый главный, в том, что мы делаем. Дело в том, что мы в чем еще отличие от того, что мы делаем, от того, что известно вообще. Мы лечим, диагностируем и лечим и оказываем помощь не только ребенку, но и в не меньшей степени, чем самому ребенку. Люди, которые к нам приезжают, они внезапно обнаруживают себя собственно в центре внимания. Не ребенок, а именно они. и это особенность нашего подхода, кстати говоря, который созвучен традиционным восточным подходом, согласно которым сначала должен быть оздоровлен родитель только по тому ребенку. Еще Агнии Порто, некоторые помнят такую реальность, она говорила, что если ребенок нервный, изучите маму. Говоря очень простой такой пример. Если мама напряженная, если она неспокойная, результатом этого является гиперактивность ребенка. Через него происходит сброс. Ребенок и мама не связаны. неразрыв. Хотим мы это признать? И также другие члены семьи. Или нет, оно так есть. Для того, чтобы ребенок действительно был здоровым, должно быть здоровье и у членов семьи. Наш рабочий лозунг «Счастливые родители это здоровый ребенок». Правильно. Так оно и здесь. Здесь задали такой вопрос. Возможно ли диагностика ребенка дистанционно? Но вы тут частично ответили, что есть сдвинутые позвонки. диагностика новой лечения. Но это частично. Это разные вещи. Это небо и земля. То, что можно сделать дистанционно и очно, и это понятно. Возможно, но продиагностировали. Ну да, видно, например, даже просто не обладая никакими особыми способностями, зная просто некоторые моменты, можно посмотрев форму черепа ребенка, увидев, что лоб немножко вот так поступает здесь, сказать, и это в большинстве случаев будет правильно, что у ребенка повышенное внутричерепное давление. Если ребенок еще там зажимает уши руками, когда слышит звук, и так далее, бьется там головой, это признаки повышенного внутричерепного давления. Замечательная диагностика, а что дальше? А вот вылечить с диагностикой вы знаете существует скажем так куча методов как можно ребенка диагностировать вообще без всяких приборов и прочего. Существует в общем-то набор того, что называется минимальные мозговые дисфункции. То есть давно уже известны неврологам и в литературе описано очень много какие именно признаки возникают, если у ребенка повреждена та или иная структура головного или спинного мозга. То есть это как раз самая простая вещь, понять, где у него вот это повреждение. Вот следующий этап, да, что с этим делать? Да, что с этим делать? Так, у нас еще есть вопросы. Какое отношение к прививкам у вас? Разумное. У нас к прививкам разумные отношения. Я расскажу очень все просто. что значит вообще идея прививок она совершенно замечательная. Я еще в детстве помню, читала про Луи Пастера, сама получала в детстве прививку от оспы. Кстати, моя сестра, которая родилась гораздо позже, уже ее не получала, потому что оспы в мире не было. Но, к сожалению, в наше время мы знаем, что оспа это единственное заболевание, которое удалось, так сказать, таким способом полностью уничтожить, а с другими заболеваниями так не получилось. Вот, и есть, видимо, причина, почему не получилось. Так вот, по нашему опыту, то, что мы видим, здоровому ребенку прививка принесет пользу. То есть, как бы там, правда, сейчас я вижу, есть споры, действительно ли вот тот метод прививок, который сейчас используется, действительно ли он создает как бы настоящий иммунитет. Но это уже отдельный вопрос. То есть, как бы на здорового ребенка прививку в рита не приносит. есть дети, которые действительно находятся в группе риска, и у них прививка может вызывать некоторые побочные эффекты. То есть, скажем так, у прививки, у любой, есть стандартный набор каких-то побочных эффектов. Обычно они исследуются, и на сайте ВОЗ можно найти для любой прививки список совершенно официальных побочных эффектов, которые могут быть. Вот возьмем знаменитый это так, ЭДС. Там где-то два десятка возможных осложнений от прививки, которые могут возникать. Значит, не очень понятно, с какой частотой они могут возникать, но как бы, да, они могут. Например, скажем, энцефалит. Коревой энцефалит находится среди возможных побочных эффектов прививки. Другое дело, что вот то, что мы наблюдаем, мы наблюдаем, что дети, про которых родители говорят, что прививка так сказать, нанесла в ряд, что вот после прививки это все началось. Когда начинаем выяснять, то выясняется, что проблемы были и до прививки. То есть, возможно, что прививка их как-то подчеркнула и усилила, но сами проблемы, они, так сказать, не возникли из-за прививки. То есть, поэтому, как бы, вот такое наше отношение. Мы видим, что есть признаки, которые, если наличествуют, то ребенку лучше прививку, наверное, не делать. Но это, как бы единичный случай, то есть, это совсем не общее, так сказать. Я ответила на вопрос? Некоторое дополнение. Я думаю, вопрос, имел цель услышать нашу точку зрения, является ли прививки причиной эффекта вытичных прививок. Нет. Да. Кстати, по поводу прививок, у нас есть тоже много разных и статей, и видео-лекций, которые делали ИСФ, и доктор Аркадий. Все это можно найти у нас на страницах. Если кого-то более конкретно интересует, мы можем обратиться к нам, к кому-то из наших сотрудников, и они помогут найти нужную информацию. Прививки это и есть корень зла, с нашей точки зрения. это один из факторов, которые могут привести к проявлению уже имеющихся слабостей организма. Это может быть и повышенная температура от простуды, лезвующий зуб, например, растущий в повышенном температуре. Что угодно. Что угодно. Есть для понимания вот этой степени важности в этом плане прививок или нет, как причины заболевания аутизма. Не забывайте одно, есть немалое количество детей, которым не было сделано ни одной прививки. Тем не менее, аутисты иногда достаточно тяжелые. Кратко говоря, с нашей точки зрения, если спрашивается наша точка зрения, это не связано. То есть прививка не есть первых причин заболевания. Спасибо. Следующий вопрос. Возможно ли восстановить отмершие клетки головного мозга? Это то, чем мы занимаемся постоянно. Смотрите, во-первых, чтобы клетки именно умерли, нужно очень постараться. Они довольно прочные. То есть они во многих случаях там находятся вполне живы, они просто не функционируют. Кроме того, у растущего ребенка есть еще большой запас потенциала роста и там все время образуются новые клетки. То есть чем младше ребенок, тем легче все это проходит. То есть просто вырастают новые клетки взамен погибших и в общем все нормально. У более старших конечно этот процесс уже похуже. У взрослых уже совсем грустно, но у детей это все очень даже хорошо. хорошо. Какое вы рекомендуете питание деткам? Смотрите, с питанием есть тоже много интересных моментов. Я вот смотрю, у нас две минуты осталось, да? А почему две минуты? Мы так ограничены во времени? Я стараемся просить кратко, чтобы не... Про питание я кратко не могу, про питание очень много можно сказать. Давайте немножко продолжим наше общение. Смотрите, значит, про питание вот как. Значит, тоже сильно зависит от причины, так сказать, почему есть проблема. Есть много детей, у которых есть аутичные проявления отставания в развитии, которым диета не нужна, у которых в общем они замечательно живут на нормальной еде и нет никаких как бы побочных проявлений. Когда нужна диета? Диета нужна тогда, когда повреждается желудочно-кишечный тракт. Правило это именно вот в тех случаях, когда есть вирусное поражение. Причем неважно, оно было внутриутробное или оно было, так сказать, уже после рождения. Вирусы, которые повреждают центральную нервную систему, они же, как правило, повреждают желудочно-кишечный тракт, в первую очередь поджелудочную железу. Если, к примеру, еще у мамы был диабет беременна, происходит без какого-либо вируса, происходит тоже во многих случаях повреждение, что мы видели, повреждение поджелудочной железы. И поэтому этого ребенка требуется разное происходит. Диабет беременных, там у ребенка есть склоны к сахарному диабету, в общем, такой же, как у матери, если у мати колола инсулин во время беременности, то у ребенка, по всей видимости, будет, так сказать, тоже проблема с сахаром. Но когда есть вирусное поражение, там происходят немножко другие вещи. Во-первых, надо помнить, что поджелудочная железа, это, скажем так, это орган, состоящий не из единых клеток, а из клеток, производящих различные ферменты. То есть вся поджелудочная железа, она состоит как бы из островков клеток, каждый островок производит там что-то свое. И бывает так, что вирус повреждает какой-то конкретный островок или вот какой-то конкретный вид клеток, то есть все остальное может вполне работать, например, и сахар быть в порядке, но не быть в порядке что-то другое. У этих детей очень часто возникает лактозная непереносимость. Почему так происходит? Потому что вот пострадали те клетки, которые должны производить фермент лактазу, и молоко не обрабатывается как надо, и ребенок постоянно отравляется. Вот, например, сейчас у нас на лечении находится ребенок, у которого сильнейший нейродермит. То есть у ребенка кожа вся в язвах, и это просто ужасно. То, что видно сейчас, нам говорят, с рождения так было, да, и то, что мать говорит, что сейчас он в хорошем состоянии, хотя человек, скажем так, неподготовленный, когда он на это смотрит, это просто реально страшно. Вот. И как бы им поставили вот эту самую лактозную непереносимость еще после рождения сразу. Мать его кормит там безлактозным молоком, еще там чем-то, и все равно этот нейродермит, так сказать, процветает. Вот сейчас, наконец, на прошлой неделе я ее убедила, чтобы они перешли вообще на соевую смесь. Ребенок перестал есть молоко, и кожа резко очистилась. Да, это вот просто такой вот очень наглядный пример. И его поведение изменилось. Да, и поведение он уже изменилось. Он стал спокойным, он стал обучаемым, потому что, когда он находился в этом, скажем так, хронически беспокойном состоянии, ну, какая там обучаемость. Более того, у него, сколько ему сейчас лет? Три? Уровень развития не больше, чем шесть лет. Полгода у него где-то, да. Вот тот ребенок, который вы упоминали как-то из Франции, который приезжал с травмой шеи, при этом у него эта травма привела к тому, что у него возникло нарушение обмена ликвора и повышенное внутричерепное давление. И она была вот такая большая. Так вот, у этого ребенка... Так, зачем ты меня перебил? А зачем ты меня перебил? Вы же говорили про питание. Да, там... А, хорошо. По поводу питания. Я думаю, прямой текст смысл вопроса был еще такой. А что вы можете... Что мы можем какое питание порекомендовать детям с аутичными проявлениями? Ответ, я думаю, вот такой. Я могу закончить то, что я говорю? А, да. Спасибо. Спасибо, солнышко. Да. Так вот, я продолжу рассказ. Время лучше. Значит, я никуда не тороплюсь. Я не тороплюсь. Я, конечно, не тороплюсь. Ну, ты об этом пообщался. Наверное, тоже немножко. Вот. Короче говоря, когда в первую очередь страдает поджелудочная железа вот от этих вирусов. И страдает она нестандартным образом. То есть, вот лактозная вот эта вот непереносимость это только один пример. На самом деле бывает непереносимость как бы и других продуктов тоже, причем в основном это белки и сахара. Когда вот это происходит, то следующий, кто страдает, это печень. Печень, иногда у детей есть, более того, генетические какие-то изменения тоже в организме или, ну, в общем, сложно сказать, почему, но, в общем, у некоторых печень не умеет запасать, например, галикоген. И тогда такие дети очень страдают при неправильном питании. Например, скажем, вот такого ребенка переводят на безглютеновую диету. Поначалу вроде как все хорошо, а через какое-то время начинается ухудшение, ребенок становится агрессивным, у ребенка становится странное поведение и начинает расти сахар. Вот, это признак того, что печень у него имеет повреждения и ему просто безглютеновая диета противопоказана, то есть ему ее нельзя. В общем, и так, собственно, касается любой диеты, то есть бывают дети, которым она подходит, бывают дети, для которых она просто катастрофа. Для кого, например, необходима безглютеновая диета? Безглютеновая диета необходима для детей, у которых уже, так сказать, следующая степень повреждения по тяжести, это когда повреждается слизистая кишечника. То есть пока повреждается только печень и только поджелудочная железа, безглютеновая диета не нужна. Тут, как правило, нужна безмолочная диета, то есть то, что называется безказеин, безлактоз. Вот эта диета, она практически никому еще не повредила и, в общем, очень многим помогла. То есть мы постоянно видим, Но это не панацея, это не способ излечения. Это не панацея, но это во многих случаях это необходимые условия для того, чтобы ребенок мог нормально себя чувствовать и, так сказать, нормально... И в том числе ограничение сладкого сахара, которое, например, дает очень большую поддержку кандиде, которое как раз дает много совершенно негативных эффектов, которым пытаются бороться так или иначе. Но поработал именно вы. А скажите, только сахар или мед тоже как бы надо исключить? Или можно заменять? Смотрите, тут история интересная. Значит, мед на поврежденную поджелудочную железу действует гораздо хуже, чем сахар. Если у ребенка, в принципе, есть реакция на сахар, то мед ему тоже однозначно нельзя. Это мы наблюдаем, так сказать, на довольно большом количестве детей. Опять же, это не все дети. То есть, если брать вот весь спектр детей с такими проблемами, это далеко не все дети. Но если, так сказать, вот есть такое повреждение, то мед тоже не годится. В таких случаях нужно заменять сахар на какие-то вот такие натуральные подсластители без глюкозы. Стевия можно? Стевия, да. Стевия хорошо идет. Вот недавно мне тут присылали фотографию какого-то сиропа из топинамбура. Это тоже там вроде как практически нету глюкозы. В общем, короче, на сегодняшний день есть очень много вариантов, чем это можно заменять. И, в общем, это все хорошо работает. А вы могли бы вот тоже нам как-то сбросить такую информацию? Я думаю, это для родителей очень важно, потому что все дети привыкли есть планы. Смотрите, многое описано в наших лекциях. Что касается конкретных продуктов, мы никому ничего не рекомендуем, потому что мы как бы сами этим не занимаемся. И мы знаем, что есть очень широкий спектр продуктов, которые предлагаются по всему миру практически, которые вполне эту работу выполняют. И как бы, ну, вот лично у меня нет предпочтений, да, то есть там, скажем, у меня мать спрашивает, вот мы пользуемся Тенториумом. Я говорю, хорошо, как оно идет, да, значит, смотрим, здесь у нас нормально, здесь у нас нормально, ну, пользуйтесь, годится, да, или там кто-то говорит, а вот у нас, да, у нас вот тут вот такие вот супервитамины, да, там 98 элементов, там из травы, из того, из всего, из пятого, из десятого, да, значит, тоже смотрим, проверяем, тоже подходит, понимаете, то есть как бы полная свобода выбора. Конечно, нужно думать головой, когда мать выбирает, так сказать, продукты для ребенка, она должна понимать, что и зачем, она должна интересоваться, что есть в составе, в общем, ей нужно знать некоторые вещи, например, вот недавно меня спрашивали, почему протокол немечика может приводить к таким тяжелым, как бы, откатам, да, мы видели, и мы видели, и много слышали, и много про это описано, да, в общем, я как бы не изучала там этот протокол немечика внимательно, но я знаю точно, что они используют очень много вещества, которые называются иннулин, при некоторых повреждениях поджелудочной железы иннулин нельзя категорически, вот, содержится в цикории, это стимулятор. Смотрите, возможно, что в этом протоколе есть еще и другие вещества, которые тоже наносят вред, но я говорю, просто я никогда не занималась его изучением, в общем, это вот просто то, что вот я знаю, так сказать, из опыта, да. Можно вот добавить. по поводу любых диет, любых курсов, витаминов, чего угодно. С нашей точки зрения все должно делаться разумно. Во-первых, только даваться, делаться только тогда, когда в этом есть необходимость, а не когда кто-то сказал. Да. То же, что касается, например, то же, то или иной диеты, если исключение из рациона каких-то продуктов, молочных, содержащих хлебные остатки продукта и так далее, глюкент, кстати, содержится в очень многих продуктах. Все это только в случае необходимости. Если делать с ногу, потому что кто-то сказал или кому-то это помогло, ничего хорошего из этого выйти не может. Любой, кроме того, даже самый хороший препарат, который ребенку подходит, это не значит, его тоже нужно применять очень фрагментарно. Только в случае необходимости. Любые витамины. Все то же самое. Тот же тенториум, в котором есть потенциально хорошие какие-то продукты, но, собственно, обычные, основанные там на меде и так далее, прополисы. Тоже это не есть лекарство, которое надо давать с месяцами, как многие делают а некоторые годами. Это вот только в момент необходимости и больше ничего, скажем, в момент простудных заболеваний для поддержки иммунитета, скажем так. Это касается любых препаратов, любых лекарств. И то, что мы используем и в пьемной, всегда это естественные растительные средства. Я скажу еще немножко про витамины. Можно? С витаминами при всей их, так сказать, пользе и, так сказать, когда они нужны, они действительно помогают. Бывают случаи, когда витамины ребенку категорически нельзя. И взрослым тоже. Значит, это бывает тогда, когда у ребенка есть некоторые генетические полиморфизмы, и тогда просто эти витамины будут не усваиваться, будет приниматься их уровень в крови. А некоторые эти витамины, если их концентрация в крови выше нормы, то они уже сами по себе начинают повреждать центральную нервную систему. Поэтому к этому нужно относиться очень аккуратно и делать проверку крови ребенку сначала на уровне этих витаминов. Вот если, так сказать, видно, что есть реальный дефицит, то можно начать давать и, опять же, нужно контролировать. То есть нужно через 3 месяца хотя бы сдать обязательно на уровень, и если что-то вышло за рамки, так сказать, вверх, значит, немедленно это дело прекратить. Потому что иногда приезжают дети с высоченным уровнем калия, с высоченным уровнем витамина В6 и так далее. И начинаешь выяснять, а вот ребенок это принимает. Мама досмотрела на анализы, да? Люди привозили ребенка, у него потрогали совершенно черные зубы. Давали препараты железо. То, что врач надо. Железо, да, железо, кстати, вообще очень опасно ребенку давать, потому что очень легко получить отравление печени со всеми вытекающими. Отравление печени даже при приеме без необходимости витамина Д. серьезные, очень серьезные повреждения печени вызывают и у детей, и у взрослых. То есть, короче, прежде чем давать какие-то витамины, необходимо все-таки сделать проверку и, так сказать, дальше уже ориентироваться по результатам. основной принцип такой, не навредить. И думаю, своей головой, а не советами окружающих. Ну, вот, как бы, скажите, прежде чем, ну, если надо витамины, да, прежде чем микроэлементы, витамины ребенку давать, наверное, все-таки надо глистов вывести. А я так думаю, что у многих деток они есть, кошечки, собачки, грязные песок. Опять же, иногда, да, потому что к нам приезжали дети, которым, так сказать, выводили глистов, при этом тоже отравили печень, отравили кишечник, и, в общем, с этим приходилось работать отдельно. То есть, все должно делаться без фанатизма и только, в общем, при необходимости. Иногда, да, иногда действительно у ребенка бывают глисты, которые приходится выводить. Не только глисты, это разные, другие паразиты, это и плесень, типа кандиды, да, совершенно верно. Но это вовсе не каждый ребенок, и это вовсе не надо делать месяцами и годами, в общем, короче, все должно быть разумно. Потому что те же компоненты, которые выводят, например, всякие паразиты, имеется в виду излишнее их количество, они все есть в нашем организме, это необходимая часть нашего организма, симбиоты, так называемые, выполняют какие-то функции, которые совершенно необходимы для нас. Но, когда происходит ослабевание иммунитета, или просто ребенок, взрослый, три дня принимали антибиотики, это убило микрофлору не только болезненную, но и здоровую, и вместо этого начинают оплодиться сверхмеры другие, которые и становятся патогенами. То же самое, кстати, происходит и с кандидой и так далее. Да, но при этом нужно учесть, что то, что используется для очистки паразитов, она во многих случаях, она токсична. Например, полынь к тому же. И вот, как я сказал, мы видим немало случаев того, когда детей привозили в очень тяжелом состоянии, как результат в том числе против паразитарных программ. А что бы вы посоветовали, вот что знаете, для деток, и оно более мягкое? Мы можем чтобы то, что не вредит. Пусть оно пользы не приносит, но оно главное, чтобы не вредило. Ну, из общеизвестных это, к примеру, ну, настойка черного ореха. Опять-таки, не ведрами. Это орегано противокондин. Это тушица обычная, которая подсыпает пиццу. Это различные препараты, которые выпускаются американскими, например, фирмами, продаются через страницу iHeart. Настойки разные. Разные истины. Опять-таки, в интернете очень много информации о том, какие натуральные средства могут быть полезны. Прежде чем травить глисток, здесь все надо посмотреть. Лучше, опять же, пойти и сдать анализ крови. Есть сегодня замечательные анализы крови, которые проверяют антитела к этим паразитам. Причем, можно понять статус. Есть ли там живые паразиты, причем в количестве, что их надо травить, или их нужно оставить в покое. И, опять же, лучше все-таки такой анализ сделать. Но надо учитывать, что-то он покажет нашлики. Нет, вопрос, на какие глисты сделают. Кроме глистов, есть еще много паразитов, которые активно могут пропустить. Но, тем не менее, смотрите, лучше убирать какие-то продукты, например, тот же сахар. Потому что сахар не полезен никому. И сахар является питательной средой для большинства этих паразитов. Поэтому в большинстве случаев убирается сахар, и, так сказать, ситуация выправляется. Я тут еще упомяну пробиотики, которые тоже многие очень любят. кому-то пиотики хорошо угодятся, а в некоторых случаях, когда имеются активные воспаления в слизистой желудке и кишечнике, они могут усиливать это воспаление, и, так сказать, ситуация может ухудшаться. Поэтому это все тоже должно быть очень, так сказать, аккуратно. Спасибо. Так, и у нас вот еще один вопрос. Сколько стоит, если к вам приехать и полечиться? Спрашиваю. Это у нас написано, да? Да, во-первых, это все написано на сайте. Стоимость стандартная, она была, я думаю, она какое-то время еще сохранится, но какое, я не знаю, потому что мы сейчас добавляем еще и приглашаем других специалистов, когда будут работать и с детьми, с родителями, с развитием детей заниматься. Вот сейчас, к примеру, к нам приезжает специально приезжает из Франции наш новый сотрудник, он там живет в Париже последние 30 лет, зовут его Камил Челаев, человек высочайшего уровня, как музыкант, композитор, очень известно, долго перечисляться его реализации, он ведет в Париже студии по работе, тоже это было в Одессе, когда он там жил, в студии по работе с особыми детьми через помощь и лечение через музыкотерапию. С 10 по 22 февраля он будет проводить у нас музыкальную сессию, как раз именно приедет где-то в марте наверное именно Панченко Миль, вероятно один из лучших дефектологов логопедов планеты, она живет в Москве и в Вене. Есть еще несколько человек, которые уже приглашены к нам на сотрудничество, и это тоже будет, это тоже как-то повлияет на цену. На ближайшие несколько месяцев операцион цена останется тоже, я ее назову. Во-вторых, на самые ближайшие еще пару месяцев у нас сохранятся еще скидки, которые мы стали делать из постройки помещения. Курс идет три недели и его цена зависит от количества людей, которые приезжают. Говорил наш подход комплексный, мы проводим лечение, диагностику не только ребенка на всей семьи, и цена за курс зависит от количества, в небольшой степени зависит. На сейчас два человека это 12 тысяч долларов, плюс проживание порядка 100 долларов в день, три человека это 15, 4 или больше 18. Это цена сейчас, обычная цена была от 7 до 9 тысяч долларов за неделю, исходя без трех недель. При этом что важно учесть, уровень лечения результатов не только у детей, но и у родителей. Это не курортно сдавиться лечениями, это другое совсем. люди оставляют в прошлом многие хронические заболевания и иногда несовместимые жизни в том, что онкология. Поэтому многие семьи приезжают повторно не ради того, чтобы детей спасти при первом визите, а для того, чтобы вылечить сами себя. Например, у нас недавно несколько дней назад уехала семьяка. Они за год по-моему третий раз приезжали. Привезли еще своего родственника какого-то. Они привезли ребенка в очень тяжелом состоянии, при этом они приехали срочно, через 3 дня после того, как позвонили, потому что произошло тяжелое событие. Ребенку, которому до с половиной года было, ему дали выпить вместе стакана воды стакан субстанцент цицитона. Цицитона. Что такое? Вот у него был сожжен пищевод и прочее, мы их срочно приняли, хотя были вот так уже перегружены, приезжайте завтра. Ребенок, если мы про ребенка, ребенок уже никаких признаков аутизма, мы занимаемся с ним и его развитием, но в основном они приезжали еще для самих себя, потому что они обнаружили, что после первого же визита они перестали болеть с той болезнью, которая должна была болеть всю жизнь. это генетическое заболевание, называется оно периодическая болезнь, желающим вот посмотрите, что это такое, периодическая болезнь, эфлиянский синдром, свиноморская болезнь, выражается в том, что наследственное, неизлечимое никак, выражается в том, что периодически возникают приступы боли, по всему телу, которые никак не снимаются по типу фибромиологии, и лечения от этого нету никакого. И они вдруг обнаружили, что они все здоровы. И они привезли сегодня в этот раз еще и другого своего родственника с подобными проблемами и так далее. цена, которая у нас есть по сравнению с результатом, которая совершенно символическая, абсолютно символическая, если еще учесть, что то, что мы делаем с Божьей помощью, это нельзя купить ни в какой стране мира, ни за какие деньги. Когда думают о цене, важно понять, что это маленький нюанс. цена у нас действительно минимальная, которая позволяет нам практически создавать материальную базу того, что мы делаем. И делаем для огромного количества людей. Это проект, в том числе, это энциклопедия практической помощи. Это само помещение, которое стоило весьма немало. И будет сейчас нам стоить аренда или месячного плюс зарплат специалистам плюс сто. То есть суммы, которые мы назначаем в качестве плата, собственно даже нельзя сказать, что они идут на то, чтобы покрывать наши расходы. Вот на вот это все. Мы прошли последние несколько месяцев неоднократно брали суды. Просто даже в последнем месяце, чтобы выплатить зарплату работы. Уровень цен в Израиле не соответствует нашим уровень цен. Конечно, у вас там все дороже, поэтому вам надо покрывать расходы. Арендная плата, порядка, я думаю, где-то без электричества, без ничего, порядка 20 тысяч долларов из месячных. Только арендная плата. Я не говорю еще о том, сколько это стоило. Мы не есть часть государственной структуры с безграничными денежными ресурсами. Это все идет из нашего кармана и складывается из этих небольших сумм, которые вы там имеете. Это все прекрасно понимаем. Я поняла, что вопросы у нас уже не присылают. Спасибо вам большое. Очень рады с вами были познакомиться, увидеть вас живьем, полезную информацию получить от вас. Я думаю, что это не последняя наша встреча, что мы будем расширяться и будем подключать и другие города. То есть проблемы у родителей в других городах Украины есть. И я знаю, что вы люди, которые с таким большим широкой душой и большим сердцем хотите помогать другим и помогаете другим. Я знаю, что много сделано и бесплатно, что действительно это не с целью наживы, а вам надо развиваться, жить, платить зарплаты. Это все понятно. То есть вы делаете очень большое дело благодаря вашим знаниям и умениям. Это десятилетия. Это не просто вы это делаете год или два. То есть это знание, это много-много техник, это мировой опыт вы собрали и делаете очень большое дело. Большое вам спасибо от всех наших присутствующих людей, от меня лично. Мы вас благодарим и у нас будет связь с людьми, с нашими людьми. Мы будем вопросы подготавливать и следующая будет встреча. Мы уже с вами согласуем, конечно. И я думаю, что у нас будет плодотворная работа. Кто-то подумает, может действительно к вам приедет и исцелит своих детей и таким образом сделает свою жизнь более яркой и прекрасной и не только себе, а своим деткам сделает. Дети это наше будущее. Мы знаем, когда нехорошо у нас, у наших деток, то есть все внутри тоже у нас нехорошо. То есть мы переживаем за них, мы хотим, чтобы наши дети реализовались, чтобы они были полноценными, здоровыми, радостными, женились, учились, ну и как бы продолжали свой путь. Тогда и мама хорошо себя чувствует, и папа хорошо чувствует. То есть все это мы понимаем и желаем еще раз вам удачи, счастья, процветания, чтобы вы как можно больше людей исцеляли, деток исцеляли. Большое вам спасибо. От всех вам тоже было очень приятно посмотрели. Небольшое дополнение. Это то, что мы всегда всем говорим. Если кому-то требуется помощь, мы всегда рады ее отказать. Если у кого-то какие-то вопросы, там можно их нам задать, через интернет и так далее. Мы все и по отдельности вместе постоянно учимся. И мы не просто используем какие-то известные методики, мы их практически создаем. Новые методы, подходы. Часть описана, часть не описана. Но я могу сказать только яркий достаточно пример про то, что нам удалось с Божьей помощью найти решение одной проблемы, которая считается нерешимой, неизлечимой. Это хождение на носочках или пирамидный синдром. Правильно названо? Пирамидный? Пирамидный. Пирамидный. Говоря кратко, считается неизлечимым, рекомендуется массаж стоп, там ребенка и голени и так далее. Но тем не менее проблема остается связана с возбуждением определенных клеток головного мозга, так называется пирамидный синдром, нам удалось найти очень простое эффективное решение этого, которое не только убирает симптоматику, но и лечит причину. Это оказалось на стыке нескольких дисциплин. Это китайская медицина, это крайне сакральная терапия, остеопатия и так далее. Внешне это выглядит крайне просто. я сейчас попробую показать. Вот это используется в китайской медицине, такие как бы зернышки, это шарики магнитные. Они используются как вместо иголок аурикулотерапия, лечения через ушную раковину. Кратко говоря, лечение пирамидного синдрома выглядит так, наклеивается на определенные точки в районе висков нескольких таких зернышек и на районе ахилового сухожилия. И ребенок на глазах встал на перевозбуждение ушло. Это один из способов, метод, который мы разработали сами. Разработка этого происходит постоянно. Мы постоянно что-то вместе дружно изобретаем. Этот метод был создан двумя людьми. Это Асаф и я. Использовали знания еще. Я в свою очередь использовал знания, которые получил от Шлоа Мклоткина, который мне рассказал о принципах крайне сакральной терапии, остеопатии и так далее. И так далее. Мы как некий единый дружный развивающийся коллектив, мы постоянно создаем новые методики и стараемся тоже ими делиться. Спасибо. Спасибо. Если кого-то нужно помочь, мы всегда рады помочь. Спасибо. До встречи. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров